И, коллеги, я счастлива была бы поздравить тоже всех, кто думает, что мы все сегодня уже поздравляем и будем поздравлять друг друга. Поэтому перейду непосредственно к теме нашей встречи для того, чтобы поактивнее мы могли поработать. Для меня большая честь представлять этот проект по нескольким причинам. И первая из них – это гордость за то, что наша библиотека когда-то, теперь уже 11 лет назад, сумела придумать такой проект. Столько лет умудряется его вести. И, уверяю вас, вести интересно, как свидетельствуют и посетители, и профессиональные библиотекари. И гордостью, конечно, является в первую очередь и то, что у нас есть те богатства, та частица национального достояния, те наработанные практики, собранная информация, чрезвычайно богатые и развивающиеся ресурсы, которые помогли организовать этот проект. Мы говорим именно о проектной деятельности. И я сразу тех, кто просил нас поделиться методиками, опытом и особенностями такой организации, хочу предупредить от юридических ошибок. Это не самостоятельный музей, и это не музей как подразделение. Я начинаю с рабочих моментов, но мы собрали для того, чтобы обсуждать именно рабочие моменты. Это элемент проектной деятельности. И проект как замысел заключался в том, чтобы показать широкой публике и профессиональной среде возможности библиотеки. Я бы подчеркнула, что речь идет не только о специализированной библиотеке и не столько о специализированной библиотеке. Мы говорим о возможностях всех библиотек, отталкиваясь от того, что сделано в нашем пространстве. А сделано следующее. Появилась идея создать музей, которого не было ни в одной из библиотек. Таким образом, я, дорогие коллеги, хочу подчеркнуть, что до сих пор аналога у музеев нет. И то, для чего мы собрались, дает надежду думать, что все-таки появятся и похожие проекты, и пролонгирующие нашу идею проекты. А идея заключалась в том, что мы хотели показать, как в библиотеках рождаются произведения искусства. Пьесы, фильмы, спектакли, дизайн проекта, артефакты, роли, эскизы, рисунки и даже модели причесок и одежды. То, все то, ради чего к нам приходят художники. Художники разных профилей, направлений, разных жанров. Мы хотели показать, как библиотекарь, интегрируя все возможности, предоставляя ему фондами, ресурсами, библиографией, IT-технологиями, как библиотекаря, постепенно из консультантов, из участников информационного процесса, становятся соавторами художника. И очень интересно, что художники сами в этом признаются. Таким образом появилась сама идея, а задача была тоже нестандартная. Показать не только, как мы обслуживаем, а по сути это была такая скрытая форма продвижения библиотеки. Когда мы показываем, что в библиотеке создается много сестер Чехова, создается много других произведений, восстанавливаются проекты церквей, когда в библиотеках создаются фильмы от Белого тигра до старых фильмов, посвященных сказкам, например, Король олени, самых нами любимых, то мы все можем увидеть, как библиотекарь обслуживает, но обслуживает нестандартно, необыкновенно, а обслуживает креативную сторону работы специалиста. И когда мы создавали такой музей, мы подумали, что могут быть использованы как экспонаты те документы, те свидетельства, фотографии, открытки, эскизы, которые никогда не работали в этом качестве. Когда вы будете знакомиться с нашей экспозицией, вы увидите, что мы даже заявку художника и то сумели сделать экспонатом. Однако нам было мало и казалось недостаточно, чтобы в пространстве нашей библиотеки посетители знакомились с экспозициями, а дальше выставка по причине отсутствия места менялась через год на следующую. И таким образом у нас накопилось уже много выставок. Мы показали библиотека и кинематограф, библиотека и книжные иллюстраторы, библиотека и школа-студия МХТ, но первой выставкой для нас была выставка, посвященная взаимодействию с нашей Альма-Матер. Вот поэтому первая выставка была «Малый театр и библиотека», что библиотека выросла из недр Малого театра. И поэтому, оттолкнувшись от нашей истории, мы начинали с экспозиции, демонстрировавшей, как выдающееся произведение Малого академического театра России появлялись на базе библиотеки, как они рождались из обсуждений внутри библиотеки. И я очень рада и благодарна, что у нас есть соавторы будущие наши. Там тогда казалось будущее, и так быстро пролетает время, что они стали сегодняшними нашими соавторами. Родная теперь для нас Малчановка, с которой у нас много других совместных проектов, подхватила нашу идею. Я очень благодарна коллегам за то, что они оценили нас, как и другие, очень тепло, высоко, подчеркнули интеллектуальный потенциал этого проекта. Но одни подчеркнули и ждут, что из этого будет дальше, а другие подчеркнули, как в Малчановке, и взялись за то, что с нами вместе стали продолжать этот проект. Когда мы понимали, что у нас экспозиции уходят, как любой театральный спектакль, в небытие, мы решили, давайте будем делать виртуальные проекты. И вот это тот мостик, который оказался очень актуальным. И для сегодняшних дней библиотека проверяет себя в эти жесткие коронавирусные времена именно через виртуальную систему всех своих проявлений. И в то же время у нас появились возможности на этой виртуальной основе передать музей для использования в другой библиотеке. Но не просто для того, чтобы он там, как я уверена, авторитетно, хорошо, тепло и красиво демонстрировался, а для того, чтобы он обогатился, оброс новым материалом, для того, чтобы для потенциала художественного этого региона, о котором мы говорим, и которым прирастает вся Россия, и который сам расширяется, чтобы для этого потенциала музей был таким крупным зерном, хочу сказать, Лариса Александровна, надеюсь, он будет таким ярким, блистающим, блистательным зерном, для того, чтобы выстраивалась цепочка своих экспозиций, потому что это главная наша мысль. В каждом регионе, в каждом городе, какая бы ни была библиотечная система, всегда к библиотеку приходят художники. Художники сцены, риса, пера, художники кисти и так далее. И вот эти художники создают новые проекты в этих самых разных библиотеках. И мне кажется, что через такой музей читателя, который будет в других библиотеках, можно показать не только роль чтения книги, показать роль профессионального значения информации, роль профессионального чтения. И на этом можно строить замечательное продвижение культуры в регионе, потому что на базе такого музея замечательно строятся открытые уроки. Уроки мировой художественной культуры, театральные мастерские. А уж для студентов художественных и театральных вузов это просто кладезь информации и такая практическая мастерская, где они найдут, как развернуться. Спасибо.